Здорово, дружище! Мы с тобой продолжаем проходить модификацию Юрия Александровича, часть первая. Стартуем. Может, этот бред превратится? Что вы хотели? Ведя, к вам одно предложение. Закадите! То есть, плевать, кто-то такой. У меня к тебе предложение. Заходи! Ну так что вы хотели? Лопаты просит его рожа. Я видел, как вы ограбили банк. Вы из полиции? Нет, я из одной из вполне легальных организаций, но не вполне легальных. Из Баффи? Типа того. Как знал прямо. Я предлагаю вам работать на нас, но вы можете отказаться. Я следующее утро не проснулся. Вы знаете, раз я уже занялся этой деятельностью, то я согласен. Конечно. Сразу согласен. Замечательно. Я очень рад, что в нашей команде новый человек. А вообще-то ничего, что нового члена команды должен принимать дон Сальери. И то после испытаний. Прямо сходу берет и приглашает чувака, который габанул банк. Который оставил все оружие, который всего лишь одну купюру в труселя засунул. То это, блин... Да, кстати, за вами после ограбления банка охотится полиция. Поэтому вам надо переехать в новую квартиру. Прямиком ко мне! Спасибо, но вы можете подождать минут 20? Мне надо сварить вещи. Да, конечно. Блин, меня пугает этот мужик. Ну все, я готов. Идемте. Так, у тебя нет пушки? Как же ты мафиоза без пушки? Ну, держу Париж. Сейчас мы проедем в бар Сальери. Познакомимся с Доном в Сальери. Дадут нам миссию на посвящение. И потом какую-нибудь еще увлекательную миссию. Которая покажет, что Юркт крутой член мафии. И то, что не зря его завербовали. Ну и, собственно, эта первая часть будет закончена. Мне так кажется. Хотя совершенно, может быть, все по-другому. О, только у тебя машины нормальные, да? И я сяду за... А че, я че-то ее видел разом? Ну все, вполне естественно. Так, а это куда ехать-то? Ехать-то куда? Алло? А если я выйду из машины? Как вовремя-то? О! Так ты че, за рулем, что ли, да, хочешь? Извини, я не знал, что ты хочешь пролить своей машиной. Ну, мужик, ну езжай, давай. Блин, да. По-моему, игра зависла. Нужно нарваться на полицейских, чтобы он меня либо арестовал, либо убил. Окей. Вон, как раз патрульный идет. Сейчас я ему вмажу, как кулачищем-то. Бандитским. Давай. Эп! На! Давай. На! На, еще раз! Я просто так не дамся! Я Юрка! Так, ну давайте. Кто ж у вас, блин, коллег-то в полицию взял? Неужели? Невероятно. Спустя 30 секунд они меня убили втроем. Так, еще раз. Давай, садись. Видимо, баг произошел. Я думал, что я буду за рулем. Так, все, управляю не я. Это радует. Ну, наверняка он повезет в бар Сальери. Ну, куда же еще? Не в бар Сальери? Серьезно? А это уже пугает. Может быть, он не из семьи Сальери? Хотя я же помню этих людей в 15-й миссии. Им дали задание убить Серджу Морелло. Они с ним не справились, попали под поезд и умерли. И потом Томми завершил, собственно, начатое. Так что, по-любому Сальери. Что-то меня это на самом деле пугает. Куда ты не себя везешь? Что, новая квартира будет в хате Карлу? Нет. В хате Фрэнка. Блин, короче, абсолютно непонятно, куда он мне везет. Мне это немножко напрягает. Причем он ездит по всем правилам, и это надолго. Блин, ну прибавь ты хоть немного скорости. Ну, дай мне сесть за руль и укажи метку на карте, куда мне ехать. На центральный остров едем. Я вот на самом деле не знаю, куда он везет. Может быть, он везет меня в бордель Корлеоне, расслабиться. Ну, типа такое посвящение своеобразное. Либо сдавать властям, либо грабить еще один банк, либо грабить какую-нибудь букмекерскую контору. Короче, абсолютная неизведанность. Это, с одной стороны, вроде хорошо, подогревает интерес. Но, с другой стороны, как-то, блин, дурчает немножко. Ой, и тут ему стало вдруг резко лень стоять на светофоре, и он поливал на все правила дорожного движения. А почему нельзя было это сделать раньше? А вдруг он сейчас будет катать нас по всему городу, и ничего не произойдет? Ну, на самом деле, ну зачем это нужно было делать? То есть, об экономии времени игроков тут вообще речь не идет. О, ты умеешь задний ход давать. Гениальный водитель. Так, ну что, на стоянку? Может, на нейтральную какую-то территорию? Может, в то место, где стоял проход? Блин, не понимаю я. Ну, не в полицейский же департамент, он неподалеку находится. Нет, благо не туда. Ах, да! Помню, помню, из второй части игры. Вот именно здесь же стартовала игра как раз. Заходи, чувства, все как дома. Это же теперь и есть твой дом. Ну, а как тебе квартира? Очень уютно и замечательно. Большое спасибо. Это ты не мне говори, дом спасибо скажи. Да, кстати, заедь к нам в ресторан сегодня вечером, обсудить с домом что-то умеешь. Он умеет вести себя как полный дебил. Вот адрес. Все, мне пора идти. До вечера. До вечера. Ой, ну что, Юрк, поздравляю тебя. В нужные руки ты попал. Сделал ты с тебя нормального человека, адекватно. Ну, но если не сделают адекватно, будешь Ральфе помогать чинить машины. Ты как думал? Вечером. Игра сохранена. Так. Весело. Что за девчонка? Так. Естественно, я музыку вырубил, поэтому мы с тобой не сможем насладиться вот этим всем. Смотри, русская глубинка. Прямо вот, прям вот душа поет. Не знаю, какую песню, но душа поет. Что там, бандитс офф райтом? Так. А-а-а, это не семья Сальери. Это какая-то русская мафия. Здравствуйте. Здравствуйте. Блин, ня-ня-ня. Здравствуйте, товарищи. Нет, это что-то я забрал. Как тебя зовут, товарищ? Юрий. Очень приятно, Юрий. Мне нравятся новые задницы. Блин. Саляв от меня сидит Леврентий. Не Берия, случай. Блин, это реально что-то какой-то фарш. Вестибюль стоит, курит свою консильерию. Или я? Итак, Юрий, я тебя поздравляю. Теперь ты действительно один из нас. Но для начала я хочу дать тебе проверочное задание. Итак, к делу. На нашей территории поселилось несколько гадов, которые портят жизнь порядочным людям. Где-то я тоже слышал. Ммм, где же я мог это слышать? Съезжай к центральному стадиону и выбей их из них всю дурь. А потом приезжай, Юрий. Хорошо, мистер Беккерито. Бона фортуна. Беккерито. Блин, ну Беккерито это уж какая-то итальянская фамилия. Так, отлично. Я надеюсь, что я все сделал правильно. И мне не нужно было там брать оружие. Ну зачем? Юг ты кулачищем своим сможет. Па-блю-ба-па-па-па. А, да, да, да. Все. Ой. А че так фризит-то? Какого хрена, а? Член мафиозной семьи Беккерито. Живая музыка, русская кухня. Нет, я все, конечно же, понимаю. Илья, Мишка, Петька. Какого хрена Дона зовут Беккерито? Почему не Степан Сергеевич какой-нибудь? Или Иван Васильевич? Блин, ну сделали бы какую-нибудь отсылку прикольную на самом деле. Иван Васильевич Бунша. Очень. Или там Алексей Березуцкий. Сергей Игнашевич. Ай. Э-э-э-э. Ну, хорош. Ну, хорош игра. Не чуди, пожалуйста. Че такое столько случилось-то? Контузию получила? Во. А то было 60 в пьес, стало прям 15. Че мне это? Бейсбольные биты и один коктейль Молотова? Вот это серьезные пацаки. Прям, смотря, особенно мордата. Это наверняка головарь. Бомжатки, ни хера тебе. Ой, на меня гопота напала. Все. Тихо. И опять просадки в пьес. Возвращайся обратно в бар. Все. Все. То есть, серьезно. А вон того ублюдка сбитый не нужно устранять, да? То есть, самое главное убить мордатого чувака и чувака в майке-алкашке. Блин. Понятно. Собственно, никаких претензий в воле нет. Поговорите с Доном. Добрался я. Целых 12 в пьес было в среднем. Так. А, ой. Дончик, извини. Не признал пока еще. Новичок в семье. Ну что? Ну что? Шикарно. Они ртов открыть не успели, как я их шмякнул. Я рад это слышать. Добро пожаловать в нашу семью, Юрий. Для меня это честь, мистер Бекирито. Ну что, товарищи, давайте праздновать. Да, повод-то весомый. Ну, собственно, русскому человеку не нужно весомый повод для того, чтобы отпраздновать что-либо. Ой. Что, прям захватывающе. Жду, не дождусь своего второго задания. Наверняка перевезти бабушку Бекирито в ресторан. Не, я не понимаю, зачем на задание нужно было давать коктейль Молотова? Вот смысл. Для того, чтобы было разнообразие в прохождении, можно было забить кулаками, можно было забить битой, либо просто кинуть коктейль Молотова. О боже, вот это я допился. Надо как-то доехать домой. Ой. Сёрт, разве как всё это сделать? А почему бы тебя не вызвать просто такси? Вот, а вот реально, почему? Не вызвать грёбанное такси. Ой, колбасит. Ну, тебя не сильно колбасит-то. Халтурщик, мог бы ещё попеть. И вообще, зачем тебе ехать домой? Снял бы конурку здесь ей-нибудь. Хабакенчики. Ой, опять сущее проседание FPS. Я не понимаю, почему. Первый раз такое вижу, чтобы критическое... Критические 8 FPS было, блин. Ладно, дружище, ты посмотри. 7 FPS в мафии. Этот FPS изменялся от 7 до 12. И иногда перебойми работал с 30 до 60. Не знаю, что там намудрили, но я такое вижу впервые. Ну, давай, заходи, неужели? Это что-то невероятное. Я надеюсь, что на этом мы и закончим. Через неделю. Ох как. Ты чё, ты чё, от пьянки отходил неделю, что ли? У меня тут есть одно дело. Лаврентий, ты уже тут нормально устроился? Устроился, бас устраивался. Ну, хорошо. Так вот. За нами начал сидеть один информатор. Вот, чистая. Это, получается, мы тут все на волоске висим? Ой. Ещё не родился тот человек, который мог бы погубить меня. Да не поднимай ты панику. Мои информаторы вычислили, что у него есть девушка. Который ходит к нему по пятницам к десяти утра. Бандюшка. Сегодня как раз пятница, и поэтому у нас есть возможность проследить за ней. Юра, это задание я поручаю тебе. Проследи за ней, и потом, когда она приведёт тебя к нему, убей его. Ну, не бывай её. Капишь? Да, босс, а если она меня заметит? Тогда я замечу тебя. Стандартно мыслишь? Ну всё, езжай, Юра. Не подведи меня. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, б-б-б-б-босс. Удачи. Скатертью дорогу! Скатертью дорогу! Какие отбитые персонажи. Так. Ну что, уже денет, радует. Ждёшь её? Вот она, надо остановиться незаметно. Да, да, оставаться, чёрт! Разбить и забить. На таком барахле незамеченном, серьёзно. Проследи за ней, держи дистанцию. Ой, чем-то мне напоминает последняя поручение лукасобертованное. Не к добру это. Я надеюсь, что следить за ней нужно будет не через 4 квартала. Привет, дамочка. Почему у тебя нет времени, а? Я чё, урод какой-то? Хотя, судя по тому, как он следит, он явно извращенец. Так, а меж тем, смотри, где крестик-то. На проезжей части, на той стороне. Стало быть, это показывает, куда она пойдёт уже изначально, чтобы успокоить нервишки. Это хорошо. Эй, дамочка. Ты не скрывайся от меня. Так, нет, крестик исчез. Бред. Ладно, подумаешь, баг, да? В первый раз, что ли? Интересно, на каком расстоянии она меня заметит? Лучше не испытывать судьбу. Не хочу я припроходить всё заново. Так. И переходит она именно здесь. Так, заходит она в переулок. Проезжай давай, китаюзка. Так, надеюсь, эта слежка скоро закончится, потому что это она уже томляет. Блин, ну не знаю, я бы на её месте хотя бы жопой почувствовал, что что-то тут не так. Кто-то явно по пятам идёт. Уже не один квартал. Смотри, в Хобикине реклама хлопьев. Сильно. Мастер слежки 110 уровня в действии. А дойдёт домой, да? Дадо из обеда пробраться в подъезд. Угу. Ну если он закрывается на ключ консьержем, то ты никак не попадёшь туда. Без шума, блин. Поднимитесь на второй этаж. Опаньки, смотри. Э, 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 я не успел уже подняться. Смит Вессон. Нихрю. Смит Вессон. Почему Смит Вессон? Так, ну что, всё? Возвращайтесь обратно в бар «Русский двор». В «Русский двор», где главный русский дон, мистер Беккерито. Гениально. Ну, это было легко. Это было чертовски просто. Ладно, надеюсь, что мистер Беккерито будет рад. Нальёт водочки. Сыграет на «Болулаечке». Пока, конечно, в моде больше бредовых моментов. Бредовых, но при этом весёлых тоже, да? Согласись. Так. Опа, трамплинчик. Ну, вот тут я припаркую свой роскошный автомобиль, на котором я буду цеплять девочек вечером. Скажи, я же мафиозу. А там уж не важно, какая у тебя машина. Хотя, кого я обманываю, конечно же, важно. Продолжение следует. Ну, вот, в общем-то, вот такая вот первая часть. Довольно-таки она объёмная, но объёмная она вышла из-за того, что очень много покатушек. Бессмысленных покатушек на самом хреновом авто. Местами забавно, местами очень бредово. Ну, я, пожалуй, что поставлю первую часть Юрия Александровича вот такую вот оценку. Но на это заслуживает. Спасибо за внимание, дорогой дружище. До скорых ярчайших встреч в новых интересных модификациях и не очень интересных, порой и бредовых. Пока, успехов, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok